Дорогие братья и сестры, сегодня я хотел бы предложить вам тему, как выбрать духовника. Эта тема очень глубокая и древняя. Еще с тех времен, когда появилось монашество, многие, уходя в пустыни, уходя в монастыри, искали себе непрещенного, рассудительного и опытного духовного наставника, чтобы научиться у него этому и монашескому деланию, и астмическому опыту, и пути спасения. Как очиститься от страстей, как быть верным чадом и Церкви, и Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья и сестры, эта, по сути, тема глубока и очень популярна в древние времена, поэтому и в духовных книгах мы можем найти множество, как историй, так и изречений на эту тему. Давайте с вами сегодня кратко попытаемся разобрать, как позитивные моменты, то есть благочестивых духовников, как их выбрать, как найти, как отличить прещенного от непрещенного старца. Так, братья и сестры, и рассмотрим и негативные примеры, когда самые старцы и шли в погибель, и за собой вели своих учеников. Начнем, братья и сестры, вот с этого такого момента. История, которая меня очень сильно поразила, описывается в книге «Пролог» за август месяц. Вот она, эта история. Один подвижник услышал об одном старце, который жил не так далеко, в одной горе, со своими учениками. Был великим подвижником. Этот подвижник решил пойти к тому старцу в ту гору и научиться у него, его опыту, перенять то делание монашеское, которым он был прославлен. Это был Великий пост, ходил он босиком, мало спал, делал много земных поклонов и так дальше. И вот этот подвижник пошел к тому старцу, научиться у него. Придя к нему, его поразило то, что действительно старец живет в пещере, великий подвиг несет, но его ученики живут довольно нерадивой жизнью. И старец им не делает никаких замечаний. Говорит, что не нужно возлагать бревна недомоносимые, что если он будет на них давить, пытаться их перевоспитать, то они могут уйти от него. И с него Господь Иисус Христос спросит, что от него ушли ученики и так дальше. Одним словом, учеников он сильно не воспитывал в строгости. Сам подвязался. А ученикам часто благоставлял и пищу кушать несколько раз в день, и спать побольше, одним словом, чтобы они отдыхали и работали. Строили пещеру, строили храм в этой горе и так дальше. Это удивило этого подвижника, потому что он привык, что в монашестве старец учил своих учеников тому деланию, которым подвязался сам. Как в любом искусстве. Художник учил своих учеников, как рисовать. Врач учил своих учеников, как правильно лечить. Одним словом, передавался опыт с поколения в поколение. А здесь этот старец как бы сам вел внешнюю жизнь подвижническую, а своих учеников этому не учил. Вернулся этот подвижник с размышлениями, как же быть, угодно ли это Богу или нет. И вот он услышал, что тот старец умер. Он начал за него молиться. Господи, открой мне дело этого старца. Угодно ли оно Богу или нет. И вот увидел такое видение. Этот старец был в аду, подвешен ногами вверх, а головой вниз. И был ему голос, который сказал, что старец ходил путями подвижническими, ходил босиком, постился, его ноги устремлены к небу. Но поскольку его ум был плотским, устремлен к земле, к земному, и своих учеников он не учил жить подвижническим, то теперь он в аду. Как написано в Святом Писании, что если кто-то соблазнит хотя бы одного, тогда его лучше было бы ему жирно на шею и в море. И так, братья и сестры, с этим старцами произошла такая печальная история. Также и апостол Павел говорит, что не старайтесь быть все учителями и наставниками, потому что большой суд будет именно за это. Они подвергнутся большему суду, большему испытанию. Может даже наставник вести благочестивую жизнь, но если он не следит за своими духовными чадами, не обращает внимание на их спасение, на то, как они живут, то за них этот наставник, этот даже благочестивый духовник может быть в аду, если он не подвязается за своих духовных чад. Святые отцы всегда говорили, что духовные чады – это как оковы на руки старца. Если ты сможешь помочь им спастися, тогда Господь Бог наградит тебя великой милостью. Но если ты будешь нерадиво к ним относиться, тогда Господь Бог взыщет тебя за их погибель. Конечно же, если старец всеми силами старается на свои духовные чады вести к спасению, но они не хотят, тогда, конечно же, со старца не спросится. Есть такая, братья и сестры, опять-таки, история. В потереке один подвижный, благочестивый старец, много молился Господу Богу, чтобы он помиловал его духовный чад и также даровал им спасение, давал им ту благодать, которую чувствовал сам старец, и любовь, и слезы, и умиление, и так дальше. Но видишь, что его духовный чад пребывает в духовном нерадении. Однажды как-то он, идя со своими учениками в город, продать ту рукодель, которую они сделали, учеников отправил вперед, а сам и шел сзади. И вот увидел одного прокаженного, который сидел возле дороги, и говорит ему, пожалуйста, отнеси меня в город. А вот этот старец спросил, а разве тебя мои ученики не взяли, не помогли тебе? Говорит, нет, они отказались. Ну хорошо, он взял на плечи этого прокаженного, этого странника, этого нищего, и нес на себе. Довольно долгий путь прошли, он обратил внимание, что уже становится все легче и легче, и потом он исчез, этот прокаженный, и был ему голос для этого старца. Если твои ученики будут нести такой же подвиг, как и ты, тогда и они получат ту награду, какую и ты получишь. А так они ничего не получат, если будут жить в нерадении. Это, братья и сестры. Большой и важный момент, что духовники должны учить своих духовных чад жить благочестиво. Если духовники не учат, не наставляют своих духовных чад, они неблагочестивые, ненастоящие духовники. Если они не молятся о спасении в свой духовный чад, то они опять-таки ненастоящие духовники. Они, может быть, хорошие подвижники, хорошие христиане, хорошие священники, хорошие монахи, но они плохие духовники. И, братья и сестры, в истории церкви таких было довольно много. Итак, братья и сестры, И еще одна поучительная история о неразумном, нерассудительном старце. Один монах упал в грех. Какой грех, точно не говорится по телеке, но знаем точно, что он впал в тяжкий грех. Он пошел на испыть к одному старцу, духовнику, который жил неподалеко от него. Придя к нему, он исповел ему свой грех. На что старец сказал ему, все, твоя душа погибла, не знает даже, что тебе делать, как тебя спасить, какую тебе эпидемию наложить, не знает, что с тобой будет дальше. Этот монах впал в отчаяние и решил уйти в мир, оставшуюся жизнь хотя бы в миру прожить. И уходит из пустыни. Идя по дороге в город, он нашел келью, ему келью встретилась старца Силуана, преподобного египетского старца Силуана. И зашел к нему передохнуть, воды попить и исповедиться, что он идет в город. Старец принял его покаяние, принял его испыть, утешил его. Начал ему рассказать о Святом Писании, о тех грешниках, которые покаялись, и Бог их простил. Про царя Давида, который согрешил, и Бог его помиловал. Про апостола Петра, который отрекся от Христа, но Господь простил его за его покаяние. И такие другие истории, наставлял его, учешал его, подбодрил его и убедил вернуться обратно в пустыню. Одним словом, учешил этого монаха. Итак, братья и сестры, духовник должен обязательно учешать как бы немощных, слабых, подбодрять их. Но а те, которые живут в нерадении, фактически смирять их и устрашать и судом Божиим, и обращать их к покаянию, как Господь их любит, что он за них страдал, всячески пытаться их привести к покаянию. Я хочу рассказать одну печальную историю, которая за мной произошла год назад. Я видел одну женщину, она подходит ко мне, батюшка, благословите. Смотрю, у нее огромные ногти торчат, она вся завешана сережками, кольцами, длинные волосы, которые покрашены, непокрытая голова. Я удивляюсь, говорю, вы православная? Она говорит, да, я матушка православная. Я говорю, удивляюсь, как вы матушка? И так вот неподобающе одетый, что с вами за внешний вид такой неправославный? Она мне говорит, а мне так старец благословил. Не отличаться от других. Он сказал, главное, и любого к ближнему, а все остальное не важно. Я начинаю, как это не важно? Как это не отличаться? Иисус Христос сказал, что если мы будем жить, как все живут, то в ад пойдем. Потому что все идут широким путем в ад. Только единицы идут узким путем в Царство Небесное. На что эта матушка обиделась и сказала, у меня дома есть свой проповедник. Мне не нужны ваши проповеди. Развернулась и ушла. Итак, братья и сестры, видим печальную историю, что старец поблажками такими все разрешает, боясь потерять духовный чад, потерять своих учеников. Он доводит их до такого безумия. Братья и сестры, еще одна печальная история. Со мной в университете учился один парень, который был в себе неблагочестивого старца, но он не знал, что он ведет довольно неблагочестивый образ жизни. Как бы внешне он проповедовал путь к спасению, покаянию. Но когда он узнал подробности жизни этого старца, он впал просто в уныние и отчаяние. Как он может других наставлять, а сам вот и живет вот так нерадиво и грешно. Братья и сестры, и такая проблема есть. Но слава тебе, Господи, что хоть так учат пути спасения и покаяния. Я зато уст говорил такие слова. Хоть гнилое ведерко, да водичку чистую терпай. Пускай хоть и так, но хоть других напаяет он водою чистоты проповедей. Главное, чтобы его учение было благочестивым и полезным, и назидателем для других. И это уже хорошо. Братья и сестры, преподобный Иоанн Леченочник в своей книге говорил такие слова. Когда ты выбираешь себе духовника, будь очень осторожным. Потому что, если ты сядешь на тот корабль и выберешь себе не того кормчего, то потерпишь корабли крушений, таких духовных жизней. Если ты выберешь себе не того старца, не того духовника, то потерпишь духовное поражение. Потерпишь вечную погибель. Братья и сестры, сколько раз я встречался с православными людьми, которыми они говорили, что главное только любовь, любить друг друга, а все эти заповеди, каноны, все это не важно. Солько раз я встречал такие истории. Вот приходит одна женщина к духовнику и говорит, батюшка, богозрите, пожалуйста, на развод. С мужем живем, ссоримся, постоянно гнев, раздражительности. А батюшка говорит, ну лучше один раз согрешить разводом, чем каждый день грешить гнев и раздражительностью. Разводитесь. Братья и сестры, это страшный грех, развод. Не давал никаких наставлений о том, чтобы жили в мире, в любви, прощении. А вот, ну, Бог, разводитесь о себе. И так дальше. Когда даются такие наставления духовные, о том, что не нужно жить благочестиво, носить, покрывать голову платок, не нужно все эти посты, эти поклоны, эти молитвы. Любите друг друга и, аллилуйя, и спасетесь. Братья и сестры, это страшно. И опять-таки есть духовные, такие старцы, современные, которые требуют от своей духовной чат каждый день причащаться. Пожалуйста, причащайтесь, скажите, это самое главное, это не не со Христом. А то, чтобы они исправляли свою духовную жизнь, исправляли свои страсти, об этом ни слова. Только вот причащайтесь, каждый день как можно чаще причащайтесь, и в этом все спасение. А о покаянии, о исправлении, ни слова. И так, братья и сестры, вот негативные примеры. Есть позитивные примеры, я привел старца Силуана, который подвел человека к покаянию, к разумлению, что не нужно унывать, не нужно отчаиваться, нужно идти ко спасению. Братья и сестры, хотел бы еще рассказать об такой книге, как называется «Моя жизнь со старцем Иосифом». Старец Иосиф Исихас замечательный, преподобный отец. Дал замечательную школу Иисусовой молитвы, и подвижничество, и так дальше. Замечательно, я его очень любо читаю. Но вот эта книга поначалу мне понравилась, но далее я просто был поражен. Не идет она эта книга мне. Читаю, и вижу много яконья. Вот много вот отец Ефрем, его ученик, много говорит «я, я, я». Это яконья вызывает как бы оском, какой-то неприязнь в чтении этой книги. Возможно, я ошибаюсь, возможно, я неправ. Но эта книга мне не пошла. Когда я читал Святых Отцов, когда я читал у апостола Павла, он никогда не яколит. Апостол Павел говорит такие слова «знаю человека в теле или не теле, был восхищен до третьего неба». Как бы рассказы о ком-то другом, но никак не о себе. Вот я был восхищен до третьего неба, вот я такие видения видел, вот я такие чудеса видел. говорю, апостол Павел так не делай. И все святые отцы древности, опять-таки, когда рассказывают о каком-то видении, которое было им, они говорят так, «знаю монаха, которым было вот такое видение», а не вот себе, вот я такой, вот я могу, и ты должен. Мне, братья и сестры, в духовном семинаре был знаком один монах, игумен тогда он был, когда ему говорили в духовном семинаристе, что не можем, не получают, у нас там непрестанная молитва, или не получается там часто причащаться, или так поклонно столько делать земных. А он всегда говорил такие слова, «я могу, значит, и вы можете». Всегда стал им пример ни Христа, ни святых, а себя только, «я могу, и вы можете». Еще, братья и сестры, один пример такой негативного духовничества. Один игумен мне знакомый, я его лично знаю, к нему подошла одна женщина, или батюшка была с этим на аборт, он говорит, «Богу остыть, лучше сейчас, в наше время, не рожать детей, потому что столько в мире соблазна и греха, лучше его сейчас, пускай согрешишь один раз этим абортом, чем потом этот ребенок вырос в таком страшном греховном мире». Это, братья и сестры, даже такие страшные слова даже пересказывать не хочется. Одним словом, он благословлял на аборты, этот такой вот псевдо-духовник. Итак, братья и сестры, в наше время очень много развилось таких псевдо-духовников, вот таких молодостарцев, которые требуют такого полного послушания. Теперь, братья и сестры, несколько слов о полном послушании. Святые отцы нам говорят, что если духовник уходит в ересь, в раскол, то не нужно его слушаться, не нужно идти за ним. И опять-таки, много рассказывается примеров истории, когда сам духовник благословлял на грех. Вот той истории, о которой я говорил, что про подвижника, который держал в нерадении своих учеников. Так вот, там дальше продолжается, эта история говорится так, что этому подвижнику было видение про этого старца, что он был подвешен в аду ногами вверх. Но два его ученика, которые были с ним, были уже в аду. Один был написан, у него страж благочрева угодья, а у другого была надпись грех блудных помоствов. Одним словом, братья и сестры, они хоть и исполняли послушание своего старца, и вкушали пищу, как он благословил, и спали сроком глазом, то есть, одним словом, жили в послушании у своего старца, но были в аду, потому что страсти свои не одолели. Одним словом, даже послушание может привести и в преисподнюю аду. Если это послушание не во спасение, не к покаянию, не очищению от страстей. И в этом, братья и сестры, есть много таких рассказов о житии святых. А вот в книге, которую я показывал, моя жизнь со старцем Иосифом, говорится о совсем других словах. Какое бы ни было послушание, даже плохое, даже греховное послушание, но если ты исполняешь это послушание, то это тебе вменяется в добродетель. Потому что само по себе для послушания свято и перекрывать все немощи и старца, и все немощи перекрывать, если это дело какое-то плохое, ненужное, неблагочестивое, ты исполняй послушание, и Бог тебя благословит и сохранит. И даже там такие слова, что вот Бога мы не видим, а старцы видим. Вот старец за тебя, это Господь Бог. Его слушайся, и этим послушанием старца ты будешь слушаться самого Господа Бога. То есть старец и Господь Бог ставятся на один уровень. Это, братья и сестры, уже полная ересь. Потому что Христос как четко в Евангелии, что не называйте себе отцами никого. Один был вас Отец на небесах. Не в том смысле, что отцами никого нельзя называть, а в том смысле, что последняя инстанция для нас должен быть Господь Бог. Если старец, духовники, благословляют что-то, что не по Евангелию, что не по учению церкви, то такого старца, духовника, слушать не надо. Итак, братья и сестры, в наше время очень мало духовных, опытных наставников и учителей. Об этом говорил еще Геннадий Брянчанинов, когда в своей главе, в пятом томе о монашестве, он говорил, что есть жизнь по полному послушанию, есть жизнь по своей воле, а есть жизнь по совету. Три вида. Такой же сказал, что полном послушании в наши времена быть уже не должно, потому что нет таких вот святых старцев, подвижников, у которых можно быть в полном послушании. Жить по своей воле, по своим мыслям, своим чувствам, это также погибель, потому что это говорили все святые отцы, они утверждали. Если ты кого-то видишь живущим по своим мыслям, по своей воле, по своим убеждениям, скоро увидишь его в падении и в большой прелести. Итак, лучше всего эта жизнь по совету. Когда какой-то вопрос, проблема, непонятно, нужно помолиться, во-первых, Господу Богу, во-вторых, почитать духовные книги, спросить у знакомого священника одного, другого, третьего и рассудить, чей совет ближе всего к духу святых отцов и к Евангелию. Не к человеческой какой-то страсти, не к учению человеческому, а ближе всего к Евангелию и ближе всего к учению Иисуса Христа и святых отцов. Итак, жизнь по совету в наше время это лучше всего путь советоваться, но не принимать все как чистую монету. Итак, братья и сестры, в наше время очень сложно. Нужно, в первую очередь, идти за Евангелием и искать того духовника, который Евангелие проповедует, который проповедует жизнь по западам, Господа нашего Иисуса Христа и по святым отцам, который не медом мажет, но правду кажет, который пытается спасти свой духовный чад, а не как можно больше им угодить, говорить, что главное только любовь, все остальное не важно, каноны не важно, учение церкви не важно, подвиги не важны, все не важно, только любите друг друга и все, и приходите ко мне, несите мне, пожалуйста, денег. Братья и сестры, это недопустимо, когда вот не учат духовники о борьбе со страстями. Еще, братья и сестры, интереснейший момент, опять-таки, описывается и в жизни преподобного и Порфирика в Соколевитах, и старца Ефрема в этой книге, Моя жизнь с старцем Иосифом, он описан в многих книгах из опыта духовной жизни монашествующих. Что это за момент? Когда духовник, пытаясь исцелить своего послушника от тщеславия и гордыни, смиряет его, часто несправедливыми колкими оскорблениями. Вот, например, в житии преподобного Порфирия Кавсаколита рассказывается, что он был в послушании сразу у двоих старцев. То есть, они вместе подвязались, эти старцы, а Порфирий пришел к ним в послушании. И у обоих был в послушании. Один, допустим, благословный ты иди, пожалуйста, дрова калей. Он говорит, колет дрова. Другой говорит, нет, ты иди, пожалуйста, делай ту работу. Пошел Порфирий делать другую работу. Выходит, и второе, я тебе что сказал, дрова калей. И так дальше. Они часто его послушали, тут туда, тут туда благословляли. Одним словом, специально так делали. Они знали, что, кто что благословил, но так специально его смиряли, его гордыня, чтобы он молчал и смирялся. Привоцарис Порфирий консилит рассказал, что он свое имя никогда почти не слышал. Может быть, два раза за все время. А все время его обзывали то дурак, то лентяй, прельщенный, ленивый, маленький, как угодно, какими угодно эпидетами. Братья и сестры, это не потому, что они плохие были, эти духовники. Они знали, как лечить душу, как прижигать раны и страсти от этого послушника, молодого юноши, который пришел к ним. И вот старец Ефрем также в этой книге описывает, что и так же его Иосиф Исихас лечил. Он где-то два раза свое имя только услышал за все время. А то какие-то оскорбления и так дальше. Он сам описывает, что главной его страстью всей его жизни была страсть тщеславия, с которой он боролся всю свою жизнь. С этой страстью. И старец Иосиф знал это, ибо и лечил его от этой страсти всю его жизнь. И так, братья и сестры, часто так бывает, что духовники могут накричать на свои духовные чады, пытаться смирить их, пытаться их наставить. Не нужно спешить, думать, что все, старец плохой, нужно с ним порвать все отношения. Нужно подумать, а возможно этого мне во благо? Возможно, старец разгневался на меня, духовник на меня рассердился. Мне же во спасение, чтобы исцелить мою душу. Конечно же, если это бывает полностью систематически и пришел к нему духовный чад в таком унынии, отчаянии, а старец на него и духовник кричит на него. Здесь нужно же задуматься, не болен ли сам старец духовник гневом и раздражительностью. Действительно, по-настоящему. Часто так бывает, что они как бы могут делать вид, будто бы гневаются, будто бы сердятся, чтобы смирять свой духовный чад, лечить его от страсти гнева и числа. Братья и сестры, это все очень большая духовная тонкость и мудрость. Здесь необходимое глубокое доверие своему духовнику, старцу, наставнику и помощь, конечно, благодать Божия. Братья и сестры, еще раз подчеркну, что в наше время лучше всего по совету общаться с учениками, с духовниками и выбирать тот путь, который более всего близок к учению Евангелию и Святых Отцов. Даже если он тебе не нравится. Даже если ты считаешь, что это тяжело это исполнить, невыносимо это исполнить, но если ты понимаешь, что эти слова ближе всего к учению церкви, отрекись от себя и делать то, что тебе благословили, то, что тебе посоветовали. Я, братья и сестры, общался как-то в интернете с одной женщиной, которая ведет свой блог на ютубе и говорили, почему вы не покрываете голову, почему вы это не исполняете. Вот это слова апостола Павла. Иоанн Затауст об этом проповедил, что женщина должна всегда покрывать свою голову. И так дальше. Привел места из Святого Писания и Святых Отцов она никак не ответила, но дальше ведет видеоблог не покрывая свою голову. Почему? Мне ответили другие ее друзья, что так требует ее духовник и ее муж. Это, братья и сестры, страшно, когда муж и духовник, хотя они верующие требуют то, что противоречит Святого Писания Святым Отцам. Вот, братья и сестры, если наш духовник, если ваш духовник чему-то учит вас не после отниматься не после Дом Писания, мне очень жаль, что вы не нашли еще такого духовника, который бы сам ишел к Христу и вас вел к Нему. Поэтому изучайте Святых Отцов, изучайте духовные книги и старайтесь им в них подражать, в них пребывать, в учении Святых Отцов. Чем больше изучаю Святых Отцов, тем больше убеждаюсь, насколько современные проповедники, современные духовники, я даже сказал, современные православие уклонилось от того духовного пути, от того духовного учения, которое было заложено в Вселенских соборах, заложено в древних Святых Отцах, в Потериках и так дальше. Насколько сейчас полное духовное нерадение и разложение. Братья и сестры, будем это внимательно помнить. Изучайте Святых Отцов, подражайте и спасайтесь. И да можно Господь Бог в этом. Аминь.